Трудно поверить, что ВИЧ и СПИД были обнаружены только около 30 лет назад. К сегодняшнему моменту это бедствие прошло путь от неизвестной болезни до глобального кризиса и унесло десятки миллионов жизней. Несмотря на прогресс, от СПИДа по-прежнему умирает тысячи людей в год. Но самое страшное, что в зоне риска заболевания может оказаться любой. Уже прошло более 35 лет, когда мир знает об этом заболевании, знает о путях заражения. Но, к сожалению, каждым годом количество людей, живущих с ВИЧ, увеличивается. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в НИРИ проживает более 36 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией. В республике это более 19 тысяч, именно живущих с ВИЧ. В Витебской области более тысячи, у нас больше 100 человек. В настоящее время отмечается тенденция увеличения регистрации ВИЧ-инфекции в более старших возрастных группах. Максимальные показатели по сравнению с ВИЧ-инфекцией – это возрастная группа 30-39 лет. Достаточно сказать, что по сравнению с 2000 годом выявляемость в возрастной группе 30-34 года выросла почти в 8 раз, а в возрастной группе 35-39 лет почти в 27 раз. А заражение происходит в основном половым путем. И это происходит потому, что основная часть населения считает, что данная инфекция касается только людей из групп так называемого риска. И так как они себя не относят к этим группам, то они пренебрегают элементарными мерами защиты. В результате происходит распространение ВИЧ-инфекций. И сейчас одна из задач серьезно – это максимальный охват населения тестированием на ВИЧ для того, чтобы своевременно человек выявил это заболевание, своевременно обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение. Я думаю, что серьезную лепту в решение данной задачи внесет стратегия 90-90-90, целью которой стоит к 2020 году добиться, чтобы 90% лиц, которые инфицированы ВИЧ, знали о своем статусе. 90% людей, нуждающихся в лечении, получили это лечение. И 90% людей, получающих лечение, добились, чтобы вирусная нагрузка снизилась до неопределяемых цифр.